Всем привет! С вами снова я, Вилана, и в этом видео я сделала обзор на новую базовую Фрэнкиштейн с упрощенной артикуляцией. Коробка бюджетная, спереди можно увидеть традиционную надпись Монстер Хай и арт трех подружек Дракулаури, Фрэнки и Клодин. Также ее черепок и надпись Фрэнкиштейн. Сбоку также можно увидеть надпись Фрэнкиштейн, ее символы и надпись Монстер Хай. С обратной стороны арт по пояс и также в рамочке надпись Фрэнкиштейн, дочь Фрэнкиштейна. И маленькие фотографии кукол Дракулаури, Фрэнки и Клео, то есть девочек, которые также входят в эту коллекцию. А теперь освободим ее! Фрэнки на свободе, а значит можно начинать обзор. У куклы в этой коллекции волосы собраны в высокий конский хвост. Сами волосы белого цвета с множеством черных прядей и с одной голубой. Перейдем к лицу. Мейкап очень милый и простенький. Широкие брови темно-коричневого цвета. Тени голубые, а губки нежно-розовые. В ушках можно увидеть сережки желтого и голубого цветов. Сережки в форме трех молний, соединенных между собой маленьким шурупиком. Одета на ней коротенькое платье в стиле самой Фрэнки. На нем можно увидеть ее черепки, молнии, сшитые ткани, шурупики и желтые банты. На талии пришитая атласная лента черного цвета. Сзади платье тоже черного цвета и оно застегивается на липучке. На руке желтый браслет из шурупиков под цвет левой серьги. Опутая она в желтые ботильоны на шнуровке с каблуком в виде молнии. Всего у обновленной Фрэнки я заметила 4 отличия. Первое – ее лицо. Мейкап стал нежнее, изменилась форма бровей, а косметики стало не так много. Глазки стали выглядеть милее и добрее. Второе – телосложение. Фрэнки слегка поправилась, как и остальные девочки. Наверное, устала менять парней, как перчатки, наделась тортиков и впала в депрессию. Для сравнения тел предлагаем посмотреть обзор на Клео, где мы уже сравнивали тела новых монстряшек со старыми и также с куклами Ever After High. Ссылка на это видео будет в описании. Третье – швы. Еще одно изменение – это молдированные швы. Раньше они были прорисованы и если кому-то они не нравились, то при желании их можно было стереть. А теперь уже такой возможности не будет. Расположены они в тех же местах, что и раньше, кроме швана шеи. Теперь он отсутствует. И последнее, четвертое отличие – это подсветлевший скинтон. Он обрел такой более мятный оттенок. Раньше же скинтон был светло-зеленого цвета. Когда я поставила всех трех кукол вместе, мне показалось, что куклы словно застыли в одной позе для фотографии. Все три девочки очень мило улыбаются и по-разному позируют. У Фрэнки изогнута в локте правая рука, у Дракулауры левая, а у Клео обе руки прямые. Ну вот я и рассказала вам все об этой куколке. Если вы еще не видели обзор на Дракулауру и Клео из этой коллекции, то обязательно посмотрите, ссылку я оставлю в описании. Ну а я с вами прощаюсь, всех люблю, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok